Глава сорок вторая Макгрегор считал, что его решения никого не могут серьезно заинтересовать, кроме разве Кэтрин, а Кэтрин почти совсем ушла из его жизни. Однако именно под влиянием мысли Ханни, он в этот день решил побывать в музее Виктории и Альберта. Он осмотрел два зала, в одном из них была представлена скульптура Ренессанса, которая Макгрегору не понравилась. Он был убежденный иконоборец, и что бы там ни утверждали знатоки искусства, и даже Кэтрин, ему это художественное идолопоклонство не внушало доверия. Гораздо лучше он себя чувствовал в длинном проходном зале, где были собраны образцы средневековых металлических изделий Италии, Германии, Франции, Испании и прочих стран тогдашнего цивилизованного мира. В рисунке он знал толк, а так как здесь техника была продолжением рисунка, он искренне любовался узорами металлических кружев. Впрочем, тут еще примешивалось бессознательное желание противоречить Кэтрин, ведь она непременно назвала бы эти экспонаты скучными, а его самого не сносно, поэтому Макгрегор особенно долго задержался в этом зале. Остаток дня он провел, не тревожа себя мыслями о департаменте. Он написал матери в Кент и рано улегся спать. Его разбудил среди ночи настойчивый стук с дверью. Это была миссис Берри. Сердитым шепотом она сообщила ему в замочную скважину, что, несмотря на поздний час, его спрашивают трое джентльменов. Он спросил, что это за джентльмен, но миссис Берри уже исчезла. Макгрегор надел халат, сунул ноги в ночные туфли, пригладил рукой волосы и спустился в зеленую гостиную миссис Берри. Не успел он войти, как ему в лицо ударил ослепительный свет, и в следующее же мгновение он увидел троих мужчин, один из которых держал в руках фотоаппарат. Снова вспыхнул свет, и Макгрегор поспешно заслонил лицо рукой. — Вы тот, Макгрегор, который написал вот это? — спросил один из мужчин. — Что это? — Вот первый выпуск «Таймс». Репортер протянул ему газету, сложенную так, что видно было его письмо и подпись. А. Э. Макгрегор. — А кто вы такие? — спросил он. Они назвали свои газеты и телеграфные агентства, и пожаловали, что разыскивают его уже несколько часов. В их тоне звучало возмущение. Что вам нужно? — Мы хотели бы, чтобы вы высказались на эту тему поподробнее, — ответили они. — То есть как? У Макгрегора даже сон прошел от удивления. — Поскольку здесь имеется весьма сенсационное опровержение выводов лорда Эссекса, мы просим вас сказать что-нибудь непосредственно об Эссексе. Всего две-три фразы. — Ничего я не скажу. Разве ваше письмо не является прямым выпадом против лорда Эссекса? — Конечно нет. — Но оно непременно будет так оттолковано, — живо возразил репортер. — Это письмо сильно подгадит лорду Эссексу в Совете Безопасности. Не знаю. — А что говорит по этому поводу сам Эссекс? Вы ему показывали письмо? Макгрегор отрицательно покачал головой. Но в эту самую минуту в комнату вошли еще трое. Остановились перед ним и молча принялись торочить в своих блокнотах. Появился также еще фотограф. То и дело прямо перед носом у Макгрегора вспыхивали ослепительные лампы. Из-за всех сторон на него продолжали сыпаться вопросы. — Форен-офис вас уже вызывали? — Нет. — Вы подали в отставку? — Нет. — Вас уволили? — Нет. — Зачем вы написали это письмо? — Чтобы создать затруднения для английской политики в Иране? — Или чтобы навлечь неприятности на Эссекса? — Что за нелепый вопрос? — сказал Макгрегор. — Разве вам неизвестно, что государственным служащим не полагается высказываться на подобные темы? Тем более в печати. — Я не государственный служащий, — сказал Макгрегор. — А кто же вы? — Я не государственный служащий, — повторил он. — Кто-нибудь посоветовал вам выступить с этим письмом? — Нет. Макгрегор стал потихоньку отступать к двери, заверяя, что больше он ничего сказать не может. — Вы намерены подать в отставку? — Это мое личное дело, — сказал Макгрегор. В комнате набралась уже целая толпа репортеров и фотографов. Макгрегор, стараясь перекричать шум, заявил, что время позднее он просит извинить его. — Минуточку, мистер Макгрегор, — сказал один репортер. — Ведь это очень важное дело. — Вы преувеличиваете его важность, — сказал Макгрегор, подложная пятиться к дверей. — Ошибаетесь. Мы хотим спросить вас о России, мистер Макгрегор. Мне о России ничего не известно. — Не находите ли вы, что Россия ведет себя в Иране агрессивно? — Нет, не нахожу. — Что Россия использует Иранский Азербайджан для того, чтобы добиться нефтяных концессий? — Нет. — Что Россия начинает кампанию, направленную против Британской империи? — И это тоже не нахожу. — Вы коммунист, Макгрегор? — Боже, меня избавь. — Вы являетесь противником внешней политики мистера Бевина? — На такие вопросы я отвечать не могу. — Вы настроены сочувствами к русским? — Послушайте, не пора ли прекратить этот голдеж? — Он уже был у самой лестницы, но один из фотографов успел забраться несколькими ступеньками выше и снял его в тот момент, когда он поднял руку, чтобы заслониться. Другие выстрелились сзади и усердно защелкали аппаратами, запечатлевая, как он бежит вверх по лестнице, не чесанный, не бритый, в развивающемся халате, в шлепающих туфлях. Вбежав к себе в комнату, Макгрегор торопливо захлопнул дверь и выругался в полголоса. Трясущимися руками он запер окно и тут же вздрогнул. В дверь снова постучали. — Кто там? — крикнул он. — Мистер Макгрегор, — послышался голос миссис Берри. — А что же все эти люди внизу? Ведь уже первый час ночи. Скажите им, пусть убираются. — Все? Там один говорит, что он ваш знакомый, американец какой-то. Всех гоните, миссис Берри. — Ладно, — отозвалась она. Макгрегор провел беспокойную ночь в ожидании утренних газет. Он никогда раньше не имел дела с газетами и потому не знал, к чему надо быть готовым. Как и большинство рядовых читателей газет, он привык принимать за чистую монету все, что в них печаталось. Если что-нибудь и внушало ему недоверие, он обычно говорил себе, что без преувеличений ни одна газета не обходится, и принимал это как неизбежное зло. Он множество раз обнаруживал неточности в газетных отчетах, особенно за время своей работы в департаменте по делам имени. Но после минутной вспышки возмущение продолжал изо дня в день читать их, не задаваясь всерьез вопросом о том, зачем и в какой мере искажается истина на газетных столбцах. Если не считать этих коротких вспышек, он никогда особенно и не задумывался над тем освещением, которое получает в газетах факты действительной жизни. Может быть, он и представлял себе, что название хорошей газеты беспристрастно излагать факты и давать простор свободному обмену мнений. Но на деле ему слишком часто приходилось видеть, как крупное историческое событие подавалось в виде забавного анекдота, или служило лишь поводом к зубоскальству на тему о глупости одного лица или затруднениях другого, и это не оскорбляло и не тревожило его совесть. Если бы кто-нибудь стал говорить ему о том огромном влиянии, которое газеты оказывают на судьбы мира, на формирование общественного мнения, он, вероятно, слушал бы вежливым равнодушием. Газета – это газета, и только. Платишь за нее пень, узнаешь, что сказал лорд Эссекс, и что написали десятки безымянных репортеров, а потом, когда она тебе надоест, выбрасываешь ее в темзу. Он делал известный отбор, предпочитая лондонскую «Тайм» с другим ежедневным изданием, но дальше этого не шел. Вместе с другими читателями он успел позабыть, как все без исключения лондонские газеты кричали о том, что Мюнхен и Чемберлин спасли Англию. Макгрегор никогда не сочувствовал Мюнхену и не мог простить тех, кто его оправдывал, но ни разу он не задумывался критически над роли, которую сыграли газеты в подготовке Мюнхена. В начале войны его раздражало крикливое бахвальство лондонских газет, собиравшиеся одним прыжком перескочить линию Зигфреда, но и об этом он давно успел позабыть. Точно так же были позабыты ошибочные прогнозы по поводу Франции, Норвегии, Крита и устрашающий оптимизм первых сообщений из африканской пустыни. Казалось бы, на основе всего этого у него мог сложиться солидный читательский опыт, позволяющий судить о том, чего можно ожидать от газет в вопросе об Эссексе, Азербайджане, России и ООН. Но МакГрегор продолжал относиться к газетам все с той же снисходительной терпимостью. Никакие сомнения относительно их целей, их направления, относительно того, кому они принадлежат и какую роль играют в жизни общества. Никаких недоумных вопросов, только чуть скептическая снисходительность, которой, казалось, никто и ничто не могло поколебать. Разве лишь то серьезное испытание, которое сейчас выпало ему лично на долю. Рано утром он спустился вниз и вытащил из почтового ящика все доставляющиеся в дом газеты. При прямом же взгляде его охватило тошнотворное чувство стыда. В самой большой утренней газете на первой полосе красовались четыре фотографии МакГрегора. На одной из них он был заснят в тот момент, когда заспанный небритый входил в гостиную. Три остальные изображали отдельные моменты его бегства по лестнице. В тексте говорилось, что это мистер МакГрегор, тот самый, который отрицает вмешательство русских в вилла Ирана. Тут же весьма остроумно описывались комические сцены в гостиной миссис Берри, и под каждым снимком была подпись, воспроизводившая одну из его кратких отрицательных реплик. Под последней фотографией, на которой видны были его голые пятки, торчащие из топтанных туфель, стояла. «Боже, меня избави!» Это был его ответ на вопрос, коммунист ли он. Половину полосы занимало более серьезное сообщение под заголовком, набранным крупным шрифтом. Английское правительство опровергает обвинение государственного чиновника. Настоящего опровержения в довольно пространном тексте не было. Были только ссылки на неофициальные авторитетные источники в лондонских дипломатических кругах, которые якобы опровергают обвинения, содержащиеся в опубликованной газетой Times письме А.Е. Макгрегор, сопровождавшего лорда Эссекса в Москву и в Иран в качестве его ближайшего сотрудника. Те же авторитетные источники утверждали, что суждения Макгрегора необоснованы и расходятся с общеизвестными фактами. По вопросу о вмешательстве русских в дело Ирана официальные инстанции от комментариев воздержались. Но в хорошо осведомленных кругах существует мнение, что факты, сообщаемые Макгрегором, очень легко опровергнут, поскольку лорд Эссекс намерен опубликовать имеющиеся в его распоряжении документы, которые, как говорят, содержат сенсационные доказательства незаконных действий России в Иране. Однако письмо Макгрегора осложнило положение лорда Эссекса на предстоящем заседании Совета Безопасности, где будет разбираться иранский вопрос, и форейн-офис придает весьма серьезное значение этому письму, создающему затруднения для английского делегата и ослабляющему позицию Англии. Лорд Эссекс пока не пожелал высказаться, но в близких к лорду Эссексу кругах намекают, что причиной письма Макгрегора послужило серьезное столкновение его с лордом Эссексом по совершенно постороннему поводу. В этих кругах высказывается предположение, что письмо не отражает подлинных взглядов Макгрегора на политическую ситуацию в Иране, а лишь является попыткой создать для лорда Эссекса трудности личного порядка. По-видимому, Макгрегору будут предъявлены серьезные обвинения со стороны Департамента по делам Индии, а форейн-офис, по имеющим сведениям, занимается сейчас изучением личного дела Макгрегора. Дальнейшие события развернутся, вероятно, в течение дня. Макгрегор положил газеты на место и нетвердым шагом поднялся к себе. Несколько минут он молча расхаживал по комнате, потом сел бриться холодной водой, он не хотел идти в ванную за горячей, и страха снова наткнуться на репортеров. Руки у него все еще тряслись, и лицо в зеркале выглядело каким-то странным, удивленным, чтобы не сказать больше. После бритья вид у Макгрегора стал лучше, но он два раза порезался бритвой. Кроме того, в шкафу не нашлось чистой сорочки, а брюки явно нуждались в утюжке. За завтраком ему кусок не шел в горло. Окна его комнаты выходили во двор, так что нельзя было увидеть, что делается у подъезда. Он оделся, взял свое старое пальто и перчатки, и медленно спустился с лестницы. В гостиной никого не было, но как только он приоткрыл парадную дверь, вспыхнули осветительные лампы, и он увидел человек пять или шесть, расположившихся лагерем в палисаднике. Еще несколько поджидали в машинах у ворот. На Макгрегора снова напали с расспросами, и снова он отказался отвечать. Он прибавил шагу, репортеры не отставали, но он шмыгнул через дорогу, и проезжавшие автомобили преградили путь его преследователям. В департаменте по делам Индии его ждал вызов к сэру Роуленду Смиту. Тихонький старичок, похожий на законоведа, сидел за столом красного дерева. Макгрегор очутился лицом к лицу с героем Джакобабада и деспотом, утопившим в крови четырнадцать восстаний сикхов. «Макгрегор», — ласково сказал старичок, «вы, вероятно, знаете, зачем я вас вызов?» «Догадываюсь», — сказал Макгрегор. «Вы написали это письмо?» «Да, сэр». Сэр Роу... 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 Роуленд чуть-чуть приподнял брови. «Довольно странный поступок, Макгрегор». Макгрегор скрестил ноги, дожидаясь, что будет дальше. «Вы также понимаете, вероятно, что поставили себя в очень тяжелое положение». Макгрегор сложил руки на коленях. «Я пришел, чтобы вручить вам прошение об отставке». «Это все не так просто», — веско произнес сэр Роуленд. «И я могу вас заверить, что ваша отставка не будет принята. Имейте вы что-нибудь сказать по поводу этого письма?» «Мне нечего говорить», — ответил Макгрегор. «Должно же быть у вас какое-то объяснение». «Письмо само себя объясняет». «Этого недостаточно», — сказал он, поглаживая свои ослепительно-белые усы. «Вы как будто не принадлежите к типу людей, озлобленных, Макгрегор». «Или уже все же вы озлоблены чем-нибудь». «Нет, сэр». «Может быть, здесь замешаны ваши личные взаимоотношения с лордом Эссексом?» «Не совсем. В таком случае, может быть, вы это сделали по чьему-нибудь совету. Никто мне ничего не советовал». «Непонятно». «Непонятно». Сэр Ролленд встал, отодвинул свое кресло и сделал нечто, чего никак нельзя было ожидать от такого выдержанного, невозмутимого человека. Прошелся несколько раз зад и вперед по кабинету. «Я сейчас отправляюсь к заместителю министра Макгрегор, и в ваших же интересах я хотел бы иметь возможность предложить ему какое-нибудь разумное объяснение. Желательно, чтобы его сочувствие было на вашей стороне. Это вас не спасет, но это вам поможет. Так как же, Макгрегор?» «Я могу только повторить то, что было написано в письме», сказал Макгрегор, но уже менее уверенно. «Но зачем было писать об этих вещах газету? Почему вы не написали мне?» «Я писал вам в своем докладе». «Что же, разве этого было недостаточно?» «Да, сэр, недостаточно». «Но почему?» «Мой доклад положили под сукно, сэр». «Это с каждым из нас случается, и это еще не оправдание для такого поступка, как ваша». «Я не выставляю это в качестве оправдания или причины», сказал Макгрегор. «Тогда я отказываюсь понять ваши мотивы», объявил сэр Роуланд. «Мне хотелось уладить эту часть вопроса, прежде чем принимать какие-нибудь дальнейшие решения. Но я не услышал от вас ничего, что могло бы меня удовлетворить. Да, в сущности, теперь все уже не в моих руках. Я уже не могу задать вам хорошую головомойку и предложить вернуться к вашим служебным обязанностям». То должен заметить, молодой человек, что самый факт выступления государственного чиновника в печати уже достаточно серьезен. Но когда в этом выступлении он дискредитирует своего начальника, критикует политику английского правительства, ставит под угрозу успех дипломатической миссии и намекает, что его правительство применяет методы шантажа во взаимоотношениях с другим государством. «Тогда это становится катастрофой. Что вас толкнуло на такой поступок? Вы состоите в какой-нибудь политической партии? Нет, сэр. Может быть, русские пытались повлиять на вас, когда вы были в Москве? Вы это серьезно спрашиваете?» Возмущенно воскликнул МакГрегор. «Я просто хочу найти причину столь странного поступка». «Причина одна. Мое личное убеждение», сказал МакГрегор. «Никаких других причин нет». «Вы так уверены в справедливости этого убеждения, МакГрегор? Так непоколебимо уверены?» «Да, я уверен. В таком случае я тут действительно ничего не могу поделать. Раз вы так упорствуете в своем заблуждении, не стоит и пытаться вам помочь. Вы были превосходным работником, МакГрегор, добросовестным, усердным и нелишенным таланта. Вам было предложено сопутствовать лорду Эссексу ввиду вашего основательного знакомства с Ираном и знания языков. Перед вами открывалось прекрасное будущее, если бы вы только вдруг не потеряли голову. Насколько мне известно, лорд Эссекс уже договорился о том, чтобы вас перевели в форейн-офис к нему или же в отдел политической разведки. Его рекомендация может несколько помочь делу, но вам, очевидно, придется давать объяснения в коллегии по делам государственных служащих. Прежде всего, вы, конечно, должны взять назад свое письмо». «Это невозможно», сказал МакГрегор. «Это не только возможно, но абсолютно необходимо», твердо возразил сэр Роуланд. «Вы поставили под угрозу авторитет лорда Эссекса в Совете Безопасности. Что же касается вашего личного положения, тут многое будет зависеть от заместителя министра и от дальнейшего хода событий. Советую вам сейчас же сесть и в письменной форме принести извинения лорду Эссексу, а также дать удовлетворительное объяснение своего поступка. «Адресуйте непосредственно лорду Эссексу, а он уж урегулирует вопрос прессы. И прошу вас пребывать в готовности, на случай, если вы понадобитесь. Это все, МакГрегор». Он вовсе не намерил был пребывать в готовности. Он хорошо знал, как в армии держат людей в готовности, пока у них не сдадут нервы, и они не совершат какого-нибудь нарушения дисциплины, давая повод к выговору или наказанию. Метод весьма эффективен. И МакГрегор в своем нынешнем состоянии особенно это учитывал. МакГрегор присел к столу и, не обращая внимания на любопытствующих соседей, молодых людей в полосатых брюках, написал на имя сэра Ролденда Смита прошение об отставке. Он уже вручил эту бумагу секретарю, но тут дверь кабинета распахнулась. И сэр Ролден Смит снова позвал его к себе. «Пойдемте со мной, МакГрегор», сказал он. «Я только что беседовал по телефону с лордом Эссексом, и он выросл желание повидать вас. Я сейчас направляюсь к заместителю министра, так что нам по дороге. Кто знает, может быть, Эссекс придумает для вас какой-нибудь выход». Молча шагать бок о бок с ним было не так уж тягостно. Они пошли не двором, а в обход через Уайтхол. МакГрегору нечего было сказать, а сэр Ролден Смит вообще говорил только в тех случаях, когда это было необходимо. Они шли бодрым шагом, и когда поравнялись могилой неизвестного солдата, старик приподнял шляпу и кошлянул. МакГрегор был без шляп, но тоже кошлянул, это у него вышло совершенно непроизвольно. Оба они лично против друга ничего не имели, но МакГрегор все время ощущал, что прикован к сэру Ролуну невидимой цепью и не может от него убежать. Это ощущение усилилось, когда они вошли в здание Foreign Office. МакГрегор вдруг реально почувствовал всю тяжесть своих прегрешений. И тут началось самое страшное. В стенах Foreign Office МакГрегору стало казаться, что его письмо в Times было ошибкой, ужасной трагической ошибкой. Он молча и даже как бы неохотно расстался с сэром Роулиндом в одном из коридоров и вошел в кабинет Эссекса, комнату с высоким потолком, выходившую окнами на Сент-Джеймс Парк. Эссекс его ждал. Он стоял, прислоняясь к каминной доске и диктовал маленькой женщине с очень белым лицом. Он указал МакГрегору на стул, не прерывая диктовки. Видимо, это была какая-то записка по процедурному вопросу, связанному с заседанием Совета Безопасности. Когда он кончил, и стенографистка вышла. Он подошел к высокому, светлому окну и остановился, заложив руки за спину. МакГрегор, сказал Эссекс с печально недовольным тоном, глядя не на МакГрегора, а в окно. Я хочу, чтобы вы сели и написали извинения по поводу вашего письма в Таймс. Я хочу, чтобы вы написали, что все ваши замечания следует рассматривать как личный выпад против меня, а отнюдь не как выражение вашей настоящей добросовестной оценки положения в Иране. МакГрегор настороженно потел носом в воздух, но ничего не сказал. На моем столе есть перо и чернила. Не торопитесь, обдумайте все. Эссекс по-прежнему стоял к нему спиной. Если вам трудно будет подобрать нужные формулировки, в моем Биваре вы найдете проект текста, который можете частично использовать или даже просто подписать, если захотите. Вас это устраивает? Эссекс повернулся к нему лицом. МакГрегор встал. Нет, отрывисто сказал МакГрегор, волнуюсь, меня это не устраивает. Вот как? Вы можете произвести что-нибудь лучше? Нет? В таком случае садитесь и пишите. МакГрегор покачал головой. Я этого не могу сделать. Почему? Это вовсе не мой личный выпад против вас. И я описал то, что на самом деле думаю о положении в Иране. Слова очень туго сходили у него с языка. Не будем вдаваться в это, сказал Эссекс. Ради вашей же пользы не будем в это вдаваться. Я вам даю возможность дешево отделаться и спасти свою шкуру. А не поздно ли? Оставьте этот тон, МакГрегор. У вас есть только один способ спасти положение и избежать серьезных неприятностей. объявить, что своим письмом вы просто сводили со мной личные счеты. И ничего более. Это отведет от вас обвинения в дискредитации и срыве правительственной политики. Это даст вам возможность пристойно уйти. Не так уж пристойно отказаться от собственных слов и признать их сведениям каких-то мелких счетов. Достаточно пристойно, а главное правдоподобно, сказал Эссекс. Я стараюсь избавить вас от крупных неприятностей. МакГрегор, из вашей стороны глупо не понимать этого. Я понимаю, сказал МакГрегор, чувствуя, что все это действительно выглядит как нелепое упрямство. Я понимаю, но ничего не могу сделать. А зачем вы вообще все это затеяли? Эссекс стал мерить шагами комнату. Почему вы не пришли, не поговорили со мной? Чем бы это помогло? Я бы удержал вас от этой глупости. Не думаю, сказал МакГрегор. Эссексу не понравился такой ответ. Черт возьми, МакГрегор, сказал он раздраженно. Я знаю ваше сентиментальное отношение к Корану и знаю, что мы с вами во многом не сходимся. Но это еще не давало вам права выносить наши личные политические несогласия на странице печати. Своим письмом вы наисли оскорбление и мне, и моей миссии. Разве не соглашаться с вами значит наносить вам оскорбление? Да, когда это делается гласной в письменной форме. Здесь ничего личного не было, настаивал МакГрегор. Мне очень жаль, если вы это так воспринимаете. Не упрямьтесь, МакГрегор. Первый раз МакГрегор видел Эссекса таким рассерженным. Вам все равно придется отказаться от своего письма. Так откажитесь сейчас и вы избавите себя от множества неприятностей. Я делаю все возможное, чтобы помочь вам выпутаться из этой истории. А я, может быть, вовсе не хочу выпутываться, возразил МакГрегор. Спорт с Эссексом отчасти возвратил ему уверенность, которую было поколебали газеты. Черт возьми! Проходя мимо стола, Эссек изо всей сил стукнул по нему кулаком. Поймите, у вас нет выбора. Вы не хотите считаться с затруднениями личного порядка, созданными вашим письмом, но вы не можете не считаться с его политическим значением. Вы хотите испортить нам все дело с Ираном, МакГрегор. Чуть ли не накануне заседания Совета Безопасности вы подрываете мой авторитет. Вы пытаетесь поколебать доверие ко мне. А это просто недопустимо. Вы государственный служащий, и вам не дано права публично выражать любое свое мнение без соответствующей санкции. Я больше не государственный служащий. Я подал в отставку. Слишком поздно вы до этого додумались, сказал Эссекс. Никто теперь вашей отставки не примет. То есть ее могут принять, но только в том случае, если вы публично откажетесь от своего письма. Иначе можете быть совершенно уверенным, что вам придется держать ответ перед коллегией. А там я уже вам не смогу никак помочь. МакГрегор не нашел, что на это ответить. Он был слишком потрясен. Вот, теперь видите, что вы натворили, сказал Эссекс. Если вы не воспользуетесь разумным выходом, который вам подсказывает, вы никогда больше не выпутаетесь из этого дела. МакГрегор посмотрел в окно и, бессознательно подражая привычке Эссекса, ухватил себя руками за локти. Я с вами не могу спорить, сказал он, и вряд ли есть смысл пытаться объяснять вам, что я думаю. Мне очень жаль, что все так получилось, но я не могу взять письмо назад, потому что это значило бы отказаться от мнения, которое я считаю справедливым. Вот и все. Ну нет, это далеко не все. Поймите, что вы вложили смертоносное оружие в руки ваших и наших противников. Поймите, что ваше дурацкое письмо может сорвать нам все дело в Совете Безопасности. Это не просто сумасбродство, это опасное сумасбродство. Если вы сделали это не сознательно, а по глупости, так черт бы побрал вашу глупость. Макгрегор сунул свои влажные от пота руки в карманы пальто. Секс попробовал подойти с другого конца. Мы боремся за свое существование, Макгрегор, и у нас уже почти поставили на колени. Так, время ли сейчас высказывать такие взгляды, которые легко могут быть обращены против нас? Что же вы хотите? Чтобы мы были разбиты в пух и прах в органах международного сотрудничества. Чтобы нас еще больше теснили на востоке. Чтобы нас поднимали на смех за мелочные внутренние распри и безответственные выступления. Чтобы мы стали такими же жалкими посмешищами, как французы. Все сейчас против нас, Макгрегор. И каждый наш промах, даже самый маленький, это еще одна рука, готовая схватить нас за горло. Можно делать ошибки, но нельзя допускать, чтобы они оставались неисправленными. Можно иметь свое мнение, но нельзя позволить себе его высказывать, если оно может быть использовано против нас. Мы не в идеальном мире живем, Макгрегор. Мы живем в мире, который с каждым днем становится все не по корне. Мы должны воспитывать в себе способность переносить жертву свои лучшие стремления ради того, чтобы только выжить. Мы самая цивилизованная нация на Земле. Это дает нам естественное преимущество, за которое мы должны держаться когтями и зубами. Если этого не будет, мы наверняка сходимся к коммунизму. Никогда не забывайте этого Макгрегора. Вам кажется, будто вы имеете право на собственное мнение. Но помните, что у вас есть враг, который только и дожидается, чтобы использовать это мнение против вас. Мы можем расходиться во взглядах между собой, это естественно. И никто нам этого не запрещает. Но мы не имеем права обнаружить свои разногласия перед лицом такого врага. Наши разногласия это та цель, в которую коммунисты не замедлят вбить клин политического раскола. Протянуть им палец значит отдать всю руку. Ссориться между собой значит укреплять их позиции. Перед этой угрозой надо забыть все наши внутренние противоречия. Вот о чем сейчас идет речь, Макгрегор. И это важнее, чем какие-то личные несогласия и политическая щепетильность. Эссекс резко забарабанил по стеклу, чтобы спугнуть усевшихся на подоконник голубей. Уразумейте это, тогда и вам будет легче пожертвовать своими взглядами ради общего блага. Ведь так легко впасть в органичность, Макгрегор, и так трудно понять тем более общие и жизненно важные проблемы, которые стоят перед нами. Но вы, я знаю, способны понять, и поэтому вы возьмете назад за письмо, пока оно не привело к еще худшим последствиям. Вы выпустили демона, которого не собирались выпускать. Скорее же заприть его снова, пока это еще возможно. Начали бить часы на башне департамента, и Макгрегор прислушался к мерным, торжественным ударам. Так чисто и гулко они звучали, что почти не теряясь в уличном шуме. Никаких сомнений и колебаний. Бом-бом-бом. И вот уже десять часов. Все очень просто. Садитесь, сказал Макгрегор Эссекс. Макгрегор расстегнул пальто, но остался стоять у окна. В половине первого мы с Катей условились позавтракать вместе, сказал Эссекс. Можете и вы присоединиться, если мы до тех пор закончим наш разговор. Макгрегор понимал, что на это ответы не требуются, и от неловкого молчания его избавило появление Асклида, в эту минуту бесшумно распахнувшего дверь. «А, Джон!» воскликнул Эссекс. «Ну, что сказал Хоррис?» «А что он мог сказать по-вашему?» Асквит развел руками. «Беседует с журналистами». «Как? Официальные заявления?» «Да нет же. Обычное опровержение со ссылкой на авторитарные круги». «Ну и глупо», сказал Эссекс. «Такие опровержения только подливают масло в огонь. А все это дело можно уладить тихо и мирно, если кабинет не будет вмешиваться. Я, кажется, уже убедил Макгрегора сделать то, что нужно». «Это верно, Макгрегор?» спросил Асквит. «Не совсем». «Тут нужно решать быстро, Макгрегор», вмешался Эссекс. «Иначе это теряет смысл». «Не торопите его, Гарольд», сказал Асквит. «Дайте ему время подумать». «Долго думать некогда», сказал Эссекс. «Знаете что, Джон? Возьмите его с собой. Сегодня заседание кабинета, так что я сейчас очень спешу. Захватите текст Макгрегор и поработайте над ним. Джон вам поможет, если нужно». Эссекс вежливо выпроваживал их из кабинета. «Я вернусь примерно через час». Асквит и Макгрегор очутились в коридоре. «Да, неловкое создалось положение», сказал Макгрегор. «Неловкое?» Асквит уже спускался по лестнице. «Вас просто сотрут в порошок, если вы не поостережетесь. Но если бы вы подписали этот текст, я бы сам вам голову оторвал». А так ее оторвет Эссекс. «Не все ли равно?» «Нет, не все равно». Асквит направлялся в свой кабинет, по дороге бросив секретарю на стол пачку бумаг. «Вообще-то говоря, вы заслуживаете хорошей взбучки». «Вероятно, вас уже сто человек спрашивало, зачем вы написали это письмо в Таймс. Но я буду сто первым и тоже задам этот глупый вопрос». «Если вы не понимаете», сказал Макгрегор, «мне объяснить трудно». «Это не ответ. Я заслуживаю более толкового». «Мне трудно объяснить», повторил Макгрегор. «Просто я должен был написать». «Понимаю». «Понимаю, что вам нужно было облегчить душу. Но почему именно таким способом? Разве вы не видите, что вы совершили великий грех и нарушили великий закон? Теперь найдутся тысячи правил и постановлений, с помощью которых возможно будет жить со святым». «Разве я не говорил вам, что выйти и прокричать во все горло то, что думаешь, этого недостаточно? Далеко недостаточно. Так только шею себе сломаешь. Черт возьми, Макгрегор, я ведь предупреждал вас, что нужно действовать с расчетом». «Другого способа у меня не было», стоял на своем Макгрегор. «Чушь!» Асквитнул ногой корзину для бумаг. «Вы что же, рассчитывали одолеть Эссекса с помощью писем в Таймс?» «Нет, но это начало, неудачное начало». «Сколько же я мог сидеть и молчать по-вашему?» воскрикнул Макгрегор, весь вспыхнув. «Для расчетов у меня не было времени, а к хитростям я не способен и не склонен». «Можно было действовать поосторожнее», сказал Асквит, «и не писать писем в Таймс. А мне казалось, что вы меня поймете». «Я и так понимаю», сказал Асквит сквозь зубы, «но если я еще не сошел с ума, Макгрегор, можете мне поверить, что вам грозит опасность. Мне очень жаль, что я не могу простить вам этого поступка. Я прекрасно отдаю себе отчет в вашем положении, я знаю, что вы чувствуете, что заставляет вас возмущаться, но именно потому, что я знаю, я не хочу, чтобы эта история погубила вас. Все это не такие пустяки, как вам кажется». «Я знаю, что это не пустяки». «Так какого черта вы сами лезете в петлю?» закричал Асквит. «Прекратим этот разговор, мы только запутываем совершенно ясный вопрос». «Ничего подобного, мы стараемся спасти вашу шкуру, и я не буду отказываться от своих слов. Вас могут заставить», Асквит дергал себя за усы, «ведь против вас ополчились все силы земные и небесные. Вы расстроили эту уранскую затею, мой милый. Пусть по неловкости, но от этого не легче. Сейчас во всех этажах здания, где мы находимся высчитывают, сколько ущерба вы причинили, какие преимущества дали дипломатическим противникам, насколько повредили Эссексу, который до сих пор не предвидел ни малейших осложнений в Совете Безопасности. Вы довели Гаральда до бешенства. Того, что вы сделали, уже достаточно, чтобы сорвать его назначение в ООН. Вы не только свели на нет его труды, вы подложили мину под весь наш маленький заговор в Совете Безопасности. Гаральд сейчас помчался выяснять истинные размеры бедствия. Не провалились ли вообще вся затея? Он до смерти боится, что вы на этом не успокоитесь и скажете еще что-нибудь, тогда ему совсем крышка. Но вы ведь больше ничего не говорили? Нет, и не говорите, вам без того нелегко будет выкрутиться. Вас так прижмут, что вы и Света не взвидите. Они из вас клещами вытянут этот отказ. Ради Бога, держитесь от них подальше. Это невозможно. Это необходимо. Уходите сейчас же. Ступайте домой, ступайте куда хотите, но здесь не показывайтесь. Если вам жизнь дорога, спрячьтесь от них. Не разговаривайте ни с кем и к своему департаменту и близко не подходите. Сидите дома, а я вечером сегодня или завтра утром как-нибудь дам вам знать, что тут делается. А как же Эссекс? Гаральда вы предоставьте мне. Но я не хочу скрываться от Эссекса. Вы не скрываетесь, с сердцем сказал Ассет. Не лезьте в герой, когда имеете дело с хитрецами. Именно на этом геройстве они и рассчитывают подловить честного человека и свернуть ему шею. Не лезьте ради бога в герой. Бросьте вы это. Я совсем не чувствую себя героем. Я измучен, мне не здоровец и я не знаю надолго ли меня хватит. Тогда знаете что? Отправляйтесь вы на несколько дней к Этти. Она живет в доме своего дяди Полли и там вас никто не найдет. Нет сказал Макгрег. Да забудьте вы про ваши ссоры. Кэти вам будет очень рада. Все равно уже поздно. Вы еще хуже ее сказал Асквит. Собой их вас нужно немножко сбить с песен. Когда вы сами это признаете вам сразу станет легче. Я иду домой сказал Макгрегор подходя к распахнутой Асквитом двери. Я скажу Кэти. Говорите что вам угодно ответил Макгрегор. Только при его душевном смятении могла сорваться у него такая резкость и в следующую минуту он об этом пожалел. Но Асквит уже захлопнул дверь кабинета. Макгрегор почувствовал что чаша переполнена. Даже Кэтрин замешалась в эту злополучную историю. Ему было тоскливо немножко страшно и его уверенность в себе поколебалась. Домой идти не хотелось. Он зашел впервые попавшееся кино. Где Ноэль? Кауорт умилял зрителей изображением некой породы англичан якобы наслаждающийся полным счастья. Но он не досмотрел фильма до конца и ушел. Потому что уж очень убогий это был суррогат того реального мира в котором он жил.